Очень красивый пейзаж. Мы когда вышли из самолета, мы сразу видели горы, вулканы, всё в снегу. Очень красиво было. Прям захватывает дух. Пообщались друг с другом и рассказали о планах на будущее. Делегация из Цветлодарска встретилась с учениками школы номер 8 Петропавловска. Учащиеся и педагоги показали гостям из ДНР своё учебное заведение, а затем провели чаепитие с участием первых лиц города. Эта встреча стала одним из мероприятий первого слёта детей и молодёжи от Донецка до Камчатки, в рамках которого для юных гостей подготовили программу знакомства с городом и краем. Действительно очень рады, несказанно рады тому, что у нас всё получилось, и вы к нам приехали, прилетели практически с другого конца нашей Родины. Это замечательно на самом деле. Ребятам пожелали получить новые впечатления и завести друзей на Камчатке. Константин Брызгин напомнил, что столицу полуострова и Светлодарск связывает договор о дружбе и взаимной поддержке. Будем вместе с вами думать о том, как благоустроить Светлодарск, как сделать его лучше, как сделать его теплее. На самом деле мне ваш город очень сильно понравился. Конечно, грустно, что существуют разрушения, но как сам город, маленький, уютный городок, красивый рядом с Углегорским водохранилищем. Я надеюсь, мы там всё наладим. И вот в качестве первого такого шага мы сейчас готовим заявку федеральную для того, чтобы благоустроить парк ваш возле Углегорского водохранилища. Саму набережную пока не будем, но вот этот вот зелёный парк, где действительно здорово и хорошо можно проводить время, мы в ближайшее время вместе с мэрией Светлодарска будем обустраивать. Светлана Кощук, заместитель директора Светлодарской гимназии, поблагодарила организаторов поездки за радушный приём и гостеприимство и рассказала, как много значит для жителей города помощь регионам. Я никогда не могла подумать и в дальнейшем, что Камчатка окажется в трудную минуту настолько близкой для нас. Вам тяжело, ребята, понять, но ребята, которые напротив вас сидят, они понимают, они поймут, о чём я говорю. С мая месяца мы без газа, с июня месяца мы без света, без воды, воду привозили бочками для того, чтобы можно было пить. Август пережили, июль пережили, но когда начался октябрь и уже ноябрь, стало очень холодно, а мы без отопления. Электричество мы получили в декабре благодаря именно Камчатке. И вот тогда я поняла, что то место, которое когда-то для меня казалось далёким, для нас, светлодарцев, оно оказалось очень близким. Не сама, конечно, Камчатка, а люди, которые здесь живут. Добавим, в декабре 2022 года подписали соглашение о сотрудничестве между Петропавловском и Светлодарском Донецкой Народной Республики. Слёт детей и молодёжи от Донецка до Камчатки – это первый совместный культурно-образовательный проект. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова